Всех приветствую! Сегодня мы продолжаем изучение маленького городка Квэтленбург. Надеюсь, мы что-нибудь найдем интересненькое. Смотрите. Всем удачного просмотра! Походили мы, побродили. Какая-то картинка начинает вырисовываться. Здания все какие-то вот эти, которые как бы церквями называют. Все остальные. Ну, мы не все, правда, прошли, но они однотипные. Посмотрите сами. Что-то какой-то козырек остался непонятный. Вроде не видно, что двери были, не были. Или что-то там было, как под навесиком. Непонятно. Здесь тоже много непонятных вещей. Какие-то окна низкие, какие-то повыше двери заложены. Но в целом, походив по этому городку, какая-то картинка вырисовывается, что вот дома, как я предполагал, вот эти вот кирпично-балочные или еще какие-то кирпичные, часто используются на старых фундаментах. То есть эти фундаменты, скорее всего, являются бывшими до потопа зданиями. Местами это просто очевидно. Это надо самому ходить, смотреть, чтобы более-менее как-то что-то понять. Поэтому я и хожу, и этим занимаюсь в данный момент. Ну, смотри, какое окно, Юрик. Что-то оно как-то низковато не находишь. А, Юрик, окно, смотри, как низко. Что мы там видим, а ничего мы там не видим, что-то увидим. Каменный потолок мы видим. Смотрим, повнутрь можно зайти, нет. Вот еще какое-то окно, очень низко, ну просто безумно низко. А там, что-то, какая-то труба торчит для подъема или спуска, непонятно. Тут окна, тут арматурами все связано. Все, она падать собиралась, если что? А, там вон трещина идет. Все, видимо, ее укрепляли. Ну, вот что за труба, оно что-то поднимать, наверное, сделано. В общем, окно, конечно, странное на такой высоте. И опять что-то замурованное. Ну, вот тут однозначно его дверь была. А вот там еще одна, похоже, дверь была. И все позамуровали опять. Куча переделок. И с этой стороны окно уже чуть-чуть повыше. Точно такое же окно, но выше. Где-то металлические арматурины. Видать, где-то укрепляли, что ли. Там их вам целая куча, не знаю, ничего. Конечно, внутри бы посмотреть. Было бы интереснее. Так, что-то впереди стоит, не знаю, что. Церковь, не церковь. Сейчас куда зайдем, посмотрим. Может, что-нибудь интересненькое еще и там увидим. Вообще, не похоже на церковь. Это явно похоже на церковь. А может, там деставрировано. Деставрировано, нет. Такой дуни, вприлепленный балочный кирпичник. Там тоже заложены кирпичом. Арка, огромная арка была. О, блин, я что-то я снял. Ну-ка, я здесь вот отсюда. Так видно, нет? Там прям огромная арка, как будто там ворота были, что ли. По размерам ворота. Офигеть. Я не знаю, что там было. Что-то тут явно было. Чего-то тут просто заложили. Площина, ну сколько тут? Метр как минимум, да? Около метра. В районе метра. И вот те следующие домики, которые в фахверхаусе, балочно-кирпичные. Они, по-моему, стоят всего на таких стенах, на остатках. Конечно, это где-то надо найти и посмотреть. Я потом еще сниму, покажу. Ну вот. Все больше к этому я склоняюсь. Вот внизу. Вот какое там... Понятно. Там видно, не видно толщину, Юль? Да вот тут видно толщину, ты посмотри. Вот она толщина. Сколько там? Метра. Не меньше. Да ладно, там, по-моему, больше метра. Больше метра, Юль. Ну, блин. Я уже находил прямо в городе такую дырочку. А вот видите, на нем уже кирпичная. А здесь еще круче. Вот эти вот балочно-кирпичные. То есть вот все... Все говорит о том, что вот эти старинные фундаменты, вернее, остатки зданий, использовались вот под такие. Вот такие, они как и кирпичные были, так и вот с этого гипса. Все как-то на это очень сильно похоже. Так, мы идем сейчас туда. Но сначала вот тут похоже. Вроде как античность была. Конечно, тут уже застукатурено. А сверху, па-па-пам, опять это фигня. Ну, ладно. Вот таких домов просто, ну, они чуть ли не друг на дружке. Ходишь, смотришь, поражаешься нашим историкам. Явно что-то скрывается от нас, что непонятно. Какая катастрофа произошла. Когда в это все вникаешь, видишь вот эти подвалы, стены, вот эти все. Как-то оно не все неправильно, не так, как нам заливали это с детства в уши. Надо самому ходить, смотреть, чтобы что-то понять. А лучше всего самому поповывать. А здесь поповывать, конечно, ничего не можешь. Единственное, своими глазами увидеть. Ну, если человек своими глазами не верит, то тут уже, наверное, кто в чем-то поможет. Вот эти все церкви, так называемые, тоже у меня как-то... Последнее время начало сомнения вызывать, что они церквями действительно были. Ну, конечно, чтобы лучше понять, это надо больше смотреть свободных, так скажем, исследователей. Таких, как Джон Коннор, Альтернативная история, Паша Лобанов и других. Всех их даже трудно перечислить, в данный момент их немало. Поэтому смотрите в следующих видео я просто буду что-нибудь показывать. И буду, скорее всего, ссылки оставлять на подобные вещи, так скажем, свободных исследователей. К-другому я в данный момент их не могу назвать никак. Называют еще альтернативными исследователями. Ну, мне больше нравятся свободные исследователи. Ну, все как-то интересненько, как я говорил. Только что ходил в туалет вот этого домика. Прикольно. Там гипсовый камень, где-то глубина примерно в подвале туалет метра три, наверное. А вот так он сверху выглядит. Вот этот домик. А там камни внизу на три метра. Здесь интересно, как будто что-то заложили. Такие арки огромные. Вот столкна такие были, непонятно. И справа, оттуда, где я снимал, что-то похожее. Огромные просто арки. Один Lebensラом. Вот так вот, двух полов лет. Так, кофей-салам. меня в данный момент очень интересует что вот под этими так называемый церквями еще внизу в данном городке я не нашел совершенно почти нигде намеков даже на последние церкви там все-таки я увидел хотя там все огорожено подойти невозможно но увидел по стороны что там серьезно идет как углубление вот в нашем городе допустим в этом как мы говорим доме там не точно знаю что этот сам сотрудник сказал мне что там где-то 4 5 метров только под воды подвальные помещения если я еще знаю что оттуда есть ходы подземные вот эти все сооружения неизвестно пока я туда не попал посмотрел что ты говоришь надеюсь конечно что я попаду когда-нибудь туда почему-то так кажется что это вообще подземный город то что я смотрел у многих ребят везде вот это вот особенно в москве диггеры занимаются других городах опалы проваливаются дороги там вот эти арочные своды кирпичные постройки под землю вообще тут конечно надо голову включить и подумать такое такое количество просто кирпича под землю зарыт как-то у меня например в голове не укладывается если еще там как википедия пишет что до конца 19 века использовались деревянные формы для изготовления кирпича 8 14 дней кирпич должен быть сушиться а потом уже приступали к обжогу вы представляете вот вот это производство сколько должен быть стоить кирпич какие силы какие затраты на него потратить чтобы потом строить вот эти фундаменты фундаменты вообще совершенно такая интересная тема для меня я за свою жизнь ни разу не встречал нигде не видел чтобы кто-то додумался из кирпича строить фундамент на сегодняшний день я видел своими глазами 5 метров поэтому у меня честно говоря в голове просто не укладывается какой был масштаб производства этого кирпича если вот эти все фотографии вот следующее видео как раз я об этом выложу я не буду ничего там рассказывать просто но собираю кучу фотографии сделаю такое видео и выложу также ссылочки скорее всего оставлю на кого-нибудь из свободных исследователей чтобы было более понятно кому это интересно тема все будет чтобы посмотрели и попытались сами подумать кто этого еще не понимает кто над этим еще не задумывался конечно я понимаю кто не работал с деревом тот не понимает как делать формы для допустим того же кирпича но форму надо вы должны еще понять что форму если она деревянную надо глиной затрамбовать представляете потом подсушить потом из этой формы извлечь кирпич а потом только отправить на обжиг вот это меня больше всего поражает деревянная форма и ее наполнение и извлечение кирпича форму что они ломали каждый раз и потом новую делали ну вот может быть конечно смазывали чем-то чтобы он более-менее вылазил но сам сам этот процесс вызывает просто у меня например в голове не укладывается потому что пару недель все-таки поработал на кирпичном заводике как я уже говорил как раз вот где-то по своему оснащению был где-то начало 20 века лопатами я кидал в этот станок глину со станка выдавливался прямоугольник и там такими струнами резали и потом шел по ленте также я жил в кустанае там большой кирпичный завод стоял думаю сейчас стоит я не видел масштабного строительства из кирпича я видел в основном почему-то использовался в основном бетон из кирпича очень мало строилась хотя огромный завод стоял в общем такое вот эти масштабы форма его изготовления когда с википедии читаешь ну никак не укладывается в голове просто я не знаю может быть кто-то мне может объяснить как это можно быстро сделать я чего-то не понимаю но вот эти церкви реставрированы нужно зашел вот ощущение что прям все по новой там и сделаем до какой степени камень отшлифовали по моему где-то подмазали подшлифовали и выглядел не совершенно как новый ну где-то действительно просто новую конечно самое интересное то что же все-таки под ними находится о Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Метровые стены, представьте Метровые стены, которые на которых стоят, то есть они как получается подвальные стены И на них вот такие балочно-кирпичные или кирпичные В общем, варианты все какие угодно Вот такие стены толщины, представляете, только первый этаж А потом раз и кончились у них камни И начали они вот это Скорее всего, вот это все, что снизу все сохранилось А все сверху уже налеплено позже Итак, что мы видим Античность Что-то там вроде как Окно заложено, что ли Понятненько В общем, античность Сверху опять Древесно-кирпичная Здесь у нас Похоже на античность Сверху у нас опять кирпичи налепили Снизу у нас античность Сверху опять дерево с кирпичом В общем-то все потихоньку начинает складываться Как тут это все-таки лепили Так, и что мы тут увидим Ну Снизу понятно Ой-ой-ой Тут вот ступенечки приделали Ну, думаю, подвалы здесь тоже не мелкие Там даже еще ступенечки не приделали В общем, тут ремонт идиот К сожалению, уже вот там обшито все Не видно Там где-то дерево, где-то не дерево Где-то вот даже железо А тут уже обшили Вот этот камень Он где-то близко к метру толщина стены И вот еще уже обшивают Вот такие вот пироги Вот тут я как раз подозреваю, что вот видно толщину стены Какая была толщина И вот сверху мы видим уже такая настройка Как везде, в общем-то И вполне возможно вот этот красавчик тоже на таких стенах стоит Опять эти окна попались Там огромные сверху Кирпично-балочные Здесь просто огромнейшие Просто обалдеть Какие они огромные Тут не очень огромные, но арочные Опять все как везде Не стало я это видео разбивать на две части Или три части Потому что не вижу смысла Кому интересно Смотрите так, как есть Потому что, я думаю, разбивание Это просто не будет понятно потом Где, что, куда Аналогично дверь заложена, да? Вот где мы были Окна низко Играет музыка Сейчас дадим кружок здесь На сегодняшний день я все-таки решил поездить Пока в ближлежайшие небольшие городки Потому что в них действительно много сохранилось интересного Не каждый это может увидеть Немного посещают такие городки туристы Поэтому пока обеду вокруг ближлежащие Потом видно будет Может быть куда-нибудь И Макдебург пойдет Это само собой И так далее Ну смотри, что-то все так новенькое Слинило Прям новенькое Прям отреставрировали капитально Почти все Но не все еще Потолочки Как везде Углубление какое-то остатки Вот такие вещи Оставили непонятные Или сделали Или оставили Какой-то вроде что-то Мулижа Еще даже в углублении Хотя с другой стороны Я видел там Действительно серьезное Углубление На сегодняшний день Все-таки является Самой большой проблемой Здесь это Найти интересные Довольно Подземные сооружения Которые вот Именно из кирпича Или из такого известняка Конечно же Я буду искать Возможно где-то Что-то и на иду Возможно какие-то знакомые Живут в таких домах О которых Не задумываются Совершенно Поэтому надо Больше спрашивать Потому что я знаю Что человек Когда об этом Не думает Я же сам Жил в таком Подобном доме И единственное У меня Возмущение вызывало На тот день Это я помню Большие окна В подвале А то что Несколько метров Из кирпича Толстые стены Я даже не задумывался Пока я не посмотрел Подобные видео Но вот здесь Не знаю Что сказать Насколько Это все старое В общем Трудно сказать А картинки Конечно Если сфотографировать Просто Это будет Выглядеть Просто Очень красиво На его Не все так красиво Как кажется Хотя конечно Все немножко Как бы Мощно Вот орган Раскочил я его Он как-то стоит На входе Над входом А там Друзья Как и у нас В принципе Тоже деньги зарабатывают Что Там на входе Прям кафе Сразу Справа Заходишь Может посидеть Кофейку Попить Вот эта стена Тут Наверное Около Двух метров Толстенькая стеночка Так что Друзья Освобождайте Свой разум И откроются У вас Новые возможности Или возможно У кого-то Третий глаз Или у кого-то Еще что-то Станете Вы Более Интересными Людьми И будет Вам Жить Более Интересно Поэтому Занимайтесь Чем-нибудь Неважно Чем Лучше Всего Тем Что Вам Нравится На данный Момент Это Мне Нравится Я Этим Занимаюсь По Возможности Конечно Работы Не Дает Вот Внизу Обратите Внимание Интересно Вообще Смотрел У Паши Лобанова Одно Видео Где Там Показывают Не Помню В какой Стране Он Показывал Там Прям Заделывают Вот Эти Античные Здания Заштукатуривают Там Такую Резьбу Крутую Просто Наглухо Прячут Ну Вот Я Думаю Вот Это Что То Подобное Здесь Что То Было Когда То Все По Другому Потом Сделали Вот Так Возможно Это Кирпичное Было Здание Потому Что Снизу Проглядываются Кирпичики Тут Даже Непонятно Это Такие Окна Были Двери Или Просто Так Выложили Для Красоты Ну Как Тут Вот Непонятненько Там Явно Что-то Вот Внизу Какое-то Углубление Ты видишь Жаль Тут Огорожено Нельзя Туда Подойти Но Я Сейчас Попробую Руку Поднять Приблизить Руку Поднять Все равно Наверное Ничего Не Да Вниз Уходит Там Что-то Как Вниз Уходит Там Получается Скорее Сего Тоже Какое-то Подземелье По этой Церкви О Котором Наверняка Тишина Как Везде Продолжение следует